Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Огромное спасибо, что заглянули! Не забывайте подписываться! Сегодня у нас, как вы уже поняли, мукбанг, обалденные манты, которые приготовила мамочка, и борщ моего производства, моего приготовления. Сегодня просто на улице, просто волшебная погода, у нас снег. Это выглядит невероятно круто, такой вайп просто нереальный. Я подумала, под такую атмосферу идеально подойдет борщ. Кто не знает, у нас снег бывает очень редко, и даже этот снег уже начал таять. Так что это тоже ненадолго, я успела заснять немножко пару историй. Внизу смотрю, дети такие счастливые бегают, что снег, снег, ура! В России мы как-то это не ценили, наоборот думали, как даже растает этот снег, а здесь это просто волшебно выглядит просто обалденно. Плюс еще вот эта комната, мой Коби, нет. Окно прям смотрит на такую гору, ну как гора, возвышенность. И там снег просто волшебно. Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задавали в моем инстаграме. Обязательно подписывайтесь, буду брать рандомные вопросики. Назрин задает вопрос. Назрин, тебе огромный привет. Айка, привет! Веришь ли ты в астрологию и совпадало ли у тебя что-то с гороскопом? Люблю. Назрин, тебе огромный привет. Сказать честно, я в астрологию вообще не верю. Единственное, во что я действительно начала верить, это в силу притяжения. Я посмотрела фильм «Секрет». И после этого я начала в это верить, и это действительно работает. Работает именно в моем случае. И если я действительно чего-то очень сильно хочу, и это визуализирую, то у меня всегда, всегда без исключения это получается. И посмотрев этот фильм, я в этом убедилась. Например, я чего-то хочу. Я понимаю, что по идее у меня этого не получится. Я просто начинаю об этом думать, представлять, как это будет, что я буду делать в этот момент. И потихоньку это у меня получается. Ну, естественно, я не просто хочу чего-то, я еще предпринимаю какие-то меры. Например, в новогоднюю ночь я загадала, что я очень хочу полмиллиона подписчиков на бумажном канале. Я понимала, что полмиллиона это очень много, и за год, скорее всего, у меня это не получится. И у меня в новогоднюю ночь, по-моему, 202 тысячи было. Или 201 тысяча. И что вы думаете, за 8 дней подписалось 20 тысяч человек? Это просто огромная цифра. Я понимаю, что это все не только мой труд, но еще и программирование себя в голове. Любая вещь, которую ты загадываешь и каждый день говоришь о том, что я хочу так, я хочу так, в конце это произойдет. Просто самое главное в это верить. Не то, что просто делать вид, что ты в это веришь, а искренне в это верить и обязательно что-то предпринимать. Возможно, мои слова прозвучат просто как «Ну, какая-то фигня». Я вам просто советую посмотреть этот фильм, и вы поймете, что я абсолютно права. Хотя не всех этот фильм удивил так, как меня. В моем случае конкретно это работает. Если на протяжении долгого периода, вы просто чего-то очень сильно хотите, постоянно об этом думаете, представляете. У меня так было с квартирой, например. У меня только-только начали расти просмотры. У меня было где-то 2-3 тысячи долларов отложенные. Я маме говорю, я куплю квартиру в этом году. Мне мама говорит, ты вообще о чем? Ты из дуба рухнула. Какая квартира? Меня, честно, злило, когда мама так говорит, потому что в моей голове просто не было другого варианта. То есть я должна была купить квартиру. Другого варианта, другого исхода для меня в моей голове не было. И просмотры начали расти. И рекламные контракты начали появляться. То есть я прям горела этой идеей в тот момент, когда я зарабатывала всего 1000 долларов. Прикиньте, я горела этой идеей. Я прям мечтала, я представляла, что у меня вот своя квартира вот в этом здании или в этом новостройке. Я прям это представляла. Реально я представляла, что у меня есть недвижимость. Хотя предпосылок никаких не было. Поэтому в моем случае это всегда работает. Мне как будто Всевышний помогает. Когда я очень сильно чего-то хочу, какие-то пути открываются. Сейчас моя цель не что-то материальное. Я поставила сюда половину лимона. Кто знает, пол лимона это 500 тысяч. Я очень хочу до конца года 500 тысяч подписчиков. Я уверена в том, что это у меня будет. Следующий вопрос от пользователя Перовская. Огромный тебе привет. Что хотелось бы добавить в этот год? Этот год, я уверена, что будет хорошим для меня. Я почему-то это чувствую. Что бы я хотела добавить? Честно, я бы очень хотела влюбиться. Реально влюбиться, как в 16-17 лет. Мы влюбляемся, теряем голову. У нас бабочки. Что-то такое хотелось бы. Вот как только это произойдет, я вам обязательно расскажу. Просто для галочки, конечно, можно там выйти замуж, создать семью с абсолютно рандомным человеком. Но в моем случае мне реально очень хочется прям влюбиться. Прям порхать. Не знаю, как это назвать. Ну, чтобы прям все было, как я хочу. Я осознаю, конечно, что идеальных людей нет. У всех людей есть свои минусы. У меня тоже. Вкуснотища. Чтобы этот год был действительно волшебным. Мне, наверное, не хватает влюбиться. Пока что такого чувства, если честно, я не испытываю. Но если оно будет, я обязательно вам дам знать. Может быть, расскажу какие-то подробности. Вы же меня знаете. Я не умею держать язык за зубами. Смотрим дальше. Следующий вопрос. Расскажи, пожалуйста, как ты ухаживаешь за волосами. Они просто шикарные. Огромное спасибо. Очень приятно. Я немножко всегда удивляюсь, когда читаю подобные комментарии. Потому что я особо ничего не делаю с волосами. Если честно, знаю девушек, которые прям очень много денег вкладывают в уход. И особо какой-то разницы я не вижу. Я больше это... Считаю, что это связано с генетикой. Я очень люблю свои волосы, потому что они очень послушные, прямые, гладкие. Я бы не хотела никудые. Но особо какого-то ухода у меня дорогого нет. Я даже маски особо не делаю. Так, если вспомню чисто пару раз, там могу какую-то маску сделать или бальзам для волос. А так ничего не делаю. Даже больше скажу. Когда была подростком, я столько мучила свои волосы. В какой цвет только их не красила. Но сейчас я понимаю, что самый лучший цвет это наш натуральный. Хотя мне еще нравится серый, седой цвет. Я бы хотела такие волосы. Просто за ними очень сложный уход. Тем более у меня в волосах очень много красного пигмента. То есть я осветлялась. И потом я остановилась просто как цыпленок. Это мне постоянно надо тонироваться. У нас в Азербайджане была одна певица. Я ее всегда помню брюнеткой. Хотя если бы, наверное, меня спросили, как ты думаешь, ей подойдет пепельный? Я бы однозначно сказала, да нет, какой там. Вообще не стоит. Пока не попробуешь, не узнаешь. Просто с блондом очень много мороки. Поэтому, не знаю, меня устраивает мой цвет. Плюс я думаю, это прибавит мне возраст. Я и так и выгляжу старше своих лет. Я уже все поела, ничего не осталось. Хотя нет, одна оливочка осталась. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Всех люблю. Пока.